Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. На рынках все происходит ровно так, как мы с вами прогнозировали. Американская валюта продолжает снижаться. Не забывайте, что вчера был выходной день в США и не только в Китае, в Гонконге. В общем, в низколиквидной торговой сессии, может быть, мы даже не выжили того потенциала слабости, который могли бы и хотели выжить. Но это дело наживное, все впереди, тем более, что мы, как и все те, кто следит за фундаментальным фоном и событиями, ждем согласования пакета фискальной помощи и символов в США. Вот это, конечно же, будет главной новостью для финансовых рынков и серьезнейшим триггером для дальнейшего снижения курса доллара. В целом, на площадках сейчас явно преобладает оптимизм. Этот оптимизм обусловлен эффективными компаниями по вакцинации. Сейчас мы чуть подробнее поговорим по Англии и ситуации там, потому что фунт, может быть, даже главный герой сейчас валютного рынка, потому что фунт показывает мощнейшую восходящую динамику и совсем прям уже рядышком с нашей долгосрочной целью на отметке 1,40. Друзья, мне кажется, пара фунт-доллар и ее покупка была настолько предсказуемой, легкой в плане интерпретации торговой сделки, что не заработать на этом было нельзя. Я очень рассчитываю на то, что вы, в числе тех, кто вовремя поставил на рост британской валюты и смогли на этом заработать. Но если нет, нужно сделать выводы. И, конечно же, не нужно расстраиваться. Я много раз уже говорил, друзья, за всеми сделками не успеть, всех денег не заработать. Но наша с вами задача держать руку на пульсе, следить за событиями, за новостями, искать интересные возможности уже в том, что будет в будущем, и конверсировать это в прирост, соответственно, по депозитам. Так, по поводу общих рыночных настроений, я надеюсь, вы понимаете, почему сейчас на рынках преобладает оптимизм. Этот оптимизм связан не только с эффективными кампаниями по вакцинации, но и как раз и ожиданием того, что многие регуляторы не собираются отказываться от мягкоммунитарной политики. А отдельные регионы и вовсе готовы дать рынку еще одну порцию колоссальной ликвидности. Это, опять же, мы уходим в США, где ожидается пакет на 1,9 триллиона долларов. Как вы помните, после голосования по импичменту Трампа, Конгрессу фактически нечем заняться. Более чем окунуться с головой в дебри именно вот этого потенциального пакета госпомощи, обсудить его, разобрать и выйти на общее обозрение с каким-то компромиссным решением. Я рассчитываю на то, что до конца этого месяца решение все-таки будет. И, соответственно, рассчитываю на то, что не то, чтобы даже до конца этого месяца, а чуть ли не максимум еще неделю, мы реально пробьем поддержку 90 пунктов по индексу доллара. Сейчас, напомню, котировки 90-29, это только лишь начало. Впереди среда, роничные продажи, протоколы по рознице. Ждем слабые цифры, протоколы, мягкая риторика ФРС. И все это должно, конечно же, аукнуться соответствующим образом в слабости американского доллара. Евро растет 1,2134. Драги официально вступил в должность премьер-министра Италии. Его уже все поздравили с этим. Европейский фонд помощи. В условиях коронавируса вот-вот одобрит транш почти на 200 миллиардов для Италии. Конечно же, все эти средства будут распределены нужным и должным образом. Я считаю, что политическая карьера драги – это как фактор потенциального роста европейской валюты. Потому что очень долго мы не видели ничего интересного непосредственно по еврозоне. Но сейчас можем порадоваться за драги, которые ранее, много лет назад, позволили нам заработать немало денег, когда мы распорядились именно перспективами влияния на евро, мягкой экономической политики, которую он проводил. Поэтому давайте пожелаем ему удачи. Для нас снижение политической нестабильности в Италии – это маленький позитивный момент для нашей идеи роста европейской валюты. Но в целом, конечно же, эта идея должна выстраиваться на слабости американского доллара. Нефть – 63,47. Я вне сделок. Друзья, вам не рекомендую залазить в этот актив сейчас. Нефть на максимумах уже больше, чем за год. Сокращение предложения. Снижение добычи в США из-за аномальных холодов в Техасе. Это должно скоро закончиться, друзья. Мне кажется, что рынок нефти даже более перекуплен, чем американский фондовый рынок акций и индексов. Соответственно, если где и разразится коррекция в ближайшее время, то, скорее всего, на рынке углеводородов. И вот как только это произойдет, подождем несколько дней и будем искать точку для входа именно в расчете на то, чтобы поймать более глубокое снижение. Британская валюта – 1,3930. Друзья, я не сомневаюсь, что будет 1,40. Я даже не расстроюсь, если сегодня в рамках торговой сессии фонд скорректируется на 100 пунктов. Да пусть, пожалуйста. Это нормально после такого роста. Но я верю, что будет планка 1,40. Вакцинация. Эффективная кампания. Больше 15 миллионов привитых. Больше 20% населения. Комментарии Джонсона о том, что он доволен выполненными целями по распространению вакцины на внутреннем рынке. Это, безусловно, приведет к экономическому оздоровлению региона и к тому, что экономика Англии может показать самые лучшие приросты экономического восстановления среди всех страновых европейских коллег. Это, кстати, сейчас является причиной, почему многие инвесторы начинают перекладывать свои активы именно в английские инструменты, в английские активы. Потому что ожидается, что там рост и той же самой капитализации фондового рынка будет более стремительным и заметным. Также трейдеры делают ставку на быстрое восстановление английской экономики как раз из расчета на то, что вот эта эффективная кампания по вакцинации позволит уже после 20 февраля начать отменять карантинные ограничения и локдауны. И в доказательстве, друзья, хочу отметить то, что сейчас в Англии фиксируется меньше 10 тысяч новых случаев ковида. Это минимальное значение с октября прошлого года. Когда началась кампания по вакцинации, количество заболевших в сутки резко пошло на спад. И если эта тенденция сохранится и продолжится, я думаю, что и дай бог, конечно, чтобы Англия стала хотя бы первым регионом, нам нужен такого рода прецедент, который окончательно победит именно распространение ковида. Поэтому здесь только горизонт на дальнейший рост и восстановление. Биткоин 49 тысяч 56 долларов. Без комментариев мою позицию, вы знаете, я ранее ее озвучивал. В глубине души верю, что биткоин будет расти, но сам боюсь залазить в этот актив и буду ждать коррекции. СНП 3953 пункта, цель 4000 пунктов, совсем чуть-чуть для нее остается, может быть, завтра уже сделаем. И австралийцы против доллара 0,7786. Несколько часов назад вышли протоколы заседания Резервного банка Австралии. Они прогнозируемо оказали поддержку австралийцу, поскольку из них также стало ясно, что регулятор Австралии уже сейчас готов улучшить прогнозы по экономическому росту, поскольку все прежние стимулы решений по насмягчению экономической политики приносят свои плоды. Австралийцы, кстати, находятся также на практически многолетних максимумах, там максимум 0,7830, сейчас вот чуть пониже. Но в целом, я думаю, что восходящая динамика австралийцы также продолжится, как и прочих рисковых инструментов. На этом, собственно, все, друзья. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока!